С самого зарождения скейтбординга люди пытались найти новые способы модификации скейтборда. Некоторые из этих изобретений были реально полезными и повлияли на развитие скейтбординга в целом. Но это, к сожалению, не всегда так. Поэтому в этом видео мы рассмотрим самые странные и креативные изобретения в сфере скейтбординга. Приятного просмотра и не забудь поставить лайк и написать комментарий, если я что-то упустил. Первое изобретение это складной скейтборд. С одной стороны тут есть логика, так как некоторые доски достаточно длинные и громоздкие. И на первый взгляд это может показаться отличной идеей. Особенно для тех, кто не часто катается на доске. Главный минус таких скейтбордов это его маленькая функциональность и невозможность выполнять привычные нам трюки скейтбординга. Также дополнительные компоненты, которые разгибают доску, значительно увеличивают вес, что также усложняет ее использование. Я уверен, многие задумались бы приобрести себе такой скейтборд для транспортировки и путешествий. Но можно же взять просто доску поменьше, которая будет легче, прочнее и дешевле, чем любой складной скейтборд на рынке. Второе изобретение это тренировочное колесо для скейтборда. Если честно, я думаю тренировочные колеса есть только для велосипеда, но по какой-то причине их начали делать и для скейтбордов. Несмотря на то, что у скейтборда уже есть 4 колеса и на нем можно легко стоять и держать баланс, вы все равно можете приобрести пятое тренировочное колесо для ноуза или тейла вашего скейтборда. Это яркий пример того, как изобретение в области скейтбординга решает проблему, которая не является проблемой в скейтбординге. Идея и польза этого изобретения служат для того, чтобы вы могли легко научиться делать мэну на скейтборде. Но проблема в том, что это только повышает вероятность упасть с доски, как только вы уберете тренировочное колесо. Вся фишка мэнула на скейтборде заключается в том, что нужно контролировать баланс на двух колесах и держать доску ровно. Использование тренировочного колеса по сути делает тебя зависимым от костыля, который в дальнейшем затрудняет изучение правильной техники. Поэтому установка дополнительного колеса на нос или хвост делает скейтборд максимально бесполезным. Следующее изобретение это фаер тейлы. Это маленькие пластины с кремнием, которые вы прикручиваете к тейлу доски и при соприкосновении с асфальтом высекаются искры. На самом деле этому изобретению уже десятилетия и оно является одним из старых в нашем списке. Единственное полезное предназначение этого изобретения то, что это выглядит круто и эффектно. Фаер тейлы не сделают ваше катание лучше или помогут в обучении. С этими штуками просто забавно кататься в ночное время. У меня кстати тоже такие есть, но на слайд перчатках для лонгборда. Главный их недостаток это высокая цена и нужно просверливать доску, чтобы они не отвалились. Но давайте честно, за стиль мы готовы платить. Следующее изобретение это замок для скейтборда. На самом деле вы будете удивлены, но существует множество компаний, которые делают замки для скейтбордов. Но даже если выделять одну из них, я могу гарантированно сказать, что это самая пустая трата денег. По сути замки для скейтбордов решают проблему, которая не существует. Скейтборды супер легкие и их всегда можно взять с собой в любое место. Когда мы говорим о велосипеде, причина по которой вы запираете его, это то, что он слишком большой и его нельзя взять в магазин. Возможно в жизни есть какой-то сценарий, когда нужно, чтобы доску не угнали. Но скорее всего вы могли бы всю жизнь кататься на скейте и никогда не нуждаться в замке для скейтборда. Следующее изобретение это резиновые подвески с колесами. Резиновые подвески изобретены как дополнительный аксессуар, который облегчает изучение трюков на скейтборде. У них такая же высота, как на обычном скейтборде, но так как у них нет колес, доска никуда не поедет и это по идее должно облегчить изучение трюков. Но на самом деле, так же как и со скейттренерами, они не особо помогут вам научиться делать трюки. Потому что основа всех трюков на скейтборде это ехать на колесах, а не стоять на месте. Но есть специальные силиконовые накладки на траке, чтобы можно было отрабатывать трюки на батуте и это выглядит более функционально, чем стоять на месте на резиновых подвесках. Это была первая часть плохих изобретений для скейтборда. Если ты знаешь еще хуже изобретения для скейта, пиши в комментариях и я о них расскажу. С вами был Антон Звягинцев, с тебя лайк и подписка.